Всем приятной жизни, Эд Шашлык, и мы продолжаем играть в Kingdom Rush. Так, ну я думаю, надо посмотреть следующий левел, как он там по счету. В общем, вот этот. Попробовать его пройти на нормале. Почему хочу пройти? Потому что хочу звездочек, чтобы апгрейдить своих бойцов, призывающихся. И этого. Ух ты! Вот не люблю я такие вот уровни. Вот мой стиль игры в Tower Defense, он обычно заключается в том, что я люблю вот, чтобы был один проход, и я тут мега крутые вышки понастроил, мимо которых никто не пройдет. А вот когда вот эта вот куча направлений, надо вот в кучу вышек отстраиваться, я вот это не люблю. Так, одно могу сказать точно, что здесь наверняка будут летуны, потому что, ну, хотя могут ли летуны вылетать из замка? Не, ну, практически наверняка они тут будут. Так, давайте тогда тут сделаем лучника. Здесь сделаем бомбарды. Уж очень хорошие для них тут места. Бомбардом мы, пожалуй, сделаем этот самый. Бомбардом мы, пожалуй, сделаем тормозилок. Так, бомбардом мы сделаем тормозилок. Но тут пока раскапывать смысла особо не вижу. Поэтому давайте сейчас вот так вот сделаем. Но это еще не все на самом деле. Нам бы еще антилучника какого-нибудь иметь. Ну, вот я думаю, можно вот здесь тогда мага... Ну, давайте тут фиг с ним раскопаем. Тогда симметрично вот здесь тоже мага поставим. Ну, все, допустим, так. Не знаю, кто сейчас пойдет, поэтому в зависимости от этого будем... Так, ну, идут стандартные чуваки. Ну, давайте тогда лучников этот, чтобы у них больше рейнджа была. Так, ну, ладно, давайте вот этим. Но тут, мне кажется, как раз, да, вот видите, 230 там с бонусной рейнджой. Ага, серьезные тут, кстати, противники сразу идут. Так, ну, ладно, и герой пока... Герой пока пусть будет здесь. Так, все, тут, в принципе, я уже вижу, что разобрались. Героям придется бегать. Так, давайте следующего вам, что вы ждете-то. Блин, вот это тот говник под щитом, это, конечно, беда. Давайте, наверное, апнем своего мага, чтобы он достреливал тут. Хорошо, он дымажет нормально. Так, это вот этих, вот этих давайте тоже апнем. Так, герой, давай сюда. Так, так, 240. Окей. Блин, вот мне вот это вот напрягает, то, что приходится туда-сюда бегать героям. Кстати, что он сейчас... А, это я, например, уехаю. Приходится вот этой вот не вложить, страдать. Вот это вот меня... Так, вот тут у нас беда. Так, герой пошел сюда, наверное, потому что сейчас тут прорвут. Стопе. Да стопе, блин! Герой! Сюда нафиг! Да ямбо, вот это уровень, блин, с двух сторон атакуя. С двух сторон атакуя уровень. Да ну нафиг! Так, ну, кстати, мне кажется, здесь... Герой, быстреееее! Да не, все, прошли уже и там, и внизу. Куда он там убежал-то? Не, короче, так не пойдет. И вот летуны, кстати, на четвертой волне все-таки полетели. То есть летуны тут есть. Да, вот не нравятся мне вот такие вот эти... Не нравятся мне вот такие вот уровни. И что самое интересное, непонятно, как его играть-то правильно. Как же его играть? Вот. Вот совсем непонятно, как его играть. Блин, ну ладно, давайте рестарт. Не хочу я... Заморачиваться. Одно понятно. А ну-ка, а сколько стоит полный грейд? Вот. К какому там? Блин, ну полный грейд стоит дорого. Мне кажется, мы не вывезем таким... Хотя, может, и вывезем на самом деле 170, да? Если вот здесь поставить вот этих затормаживалок... А здесь героя... Ну ладно, сейчас попробуем вот так вот. На четвертой волне или на третьей были летуны. Так, ну по три каннибала-то не пройдут точно. Бежит, что, кстати, затащат маги. Но меня смущает то, что тут с первой волны идут вот эти с магическим щитом. Против них маги не сильны. Но магами, да, магами я играл, как говорится. Когда ничего не спасает, маги вывозят вообще хорошо. Ну не знаю, сейчас посмотрю. Если вот таким методом не получится, то... Тогда, конечно, пойдем методом... Не, ну тут не получится однозначно. Давайте попробуем рестарт действительно маговским в количестве мага. Такой стандартный метод, который работает практически всегда. Блин, я, пожалуй, раскопаю еще вот тут. Как-то вот так вот. Ну, короче, сейчас пойдем в количество магов тогда. Наверное, ты прав. Магами можно будет затащить. Опять же, не в некромантов я пойду, а пойду в этих... В... Ну, в обычных визардов. Все-таки они, на мой взгляд, покруче. Ну, тут можно сразу за несколько волны себе заказать. Я думаю, ничего в этом страшного не будет. Хотя... Так, давай сюда, биги. Так, ну тут этого добьют. Всяко. Основной вопрос это вот с вот этим говноедом. Под щитом. Вот, собственно, против него должен герой. В первую очередь. Так, давайте тут тогда визард, да раз у нас тут герой. Слышь ты, блин. Да задолбали. Эй, да задолбали. Так, ладно, давайте все дальше. Так, все, здесь, в принципе, все закончилось. Там визарды должны пробиваться. Точнее, пробивать. Мы тут сейчас еще чуток притормозим. Блин, герой, вот. Да что это за лажа? Я не знаю, как его проходить. Вот это тут на крополе пробежал, тут на крополе пробежал. Нет, такие маги тут тоже не тащат. Как же здесь быть-то, ну? Непонятно, как подкопаться к этому уровню. Давайте, короче, двух магов тогда сильных сделаем в основных точках. Может быть так получится. А ну-ка. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Хотя, мне кажется, так не получится, но... В принципе, может быть. Так, ладно, следующую волну заказывать пока не буду. Потому что это дорого. Вот он с одного выстрела выносит этих. А, ну это он тройным. Ну да, первые волны тут проблем нет. Вот сейчас как вот с этими будет. Не, ну да, этих подсчетами он пробивает тоже красиво. Не, ну в принципе уже можно следующую волну топить. Да, наверное, в качественных магов. То есть не количеством тут надо брать, а качественными магами. Потому что волны, в принципе, де-факто небольшие. Так, давай тебя тоже в визарда. Ну вот сейчас посмотрим, как они справятся с вот этой вот волны. Ладно, там стоит герой. Сюда призовем наших этих чуваков. Не, ну в принципе у нас маги-то есть. Я думаю, теперь надо... Ну с какой-нибудь. Давайте раз там у нас герой, с этой стороны начнем строить. Как бы бонусного этого. Ну еще одного мага. Не, по идее должны. Ну ладно, давайте следующую волну сразу, чтобы денежку бонусную получить. Блин, ну вот... Не, ну это... Ну герой быстрее... Ну вот с... Один проскочил. Вот эти вот пробегают вообще на изях. Вот эти вот с магическими щитами, понимаешь? Маги хороши, но... Блин, вот с магическими щитами, чуваки... Да блин, ты куда побежал, твой... Вот с магическими щитами чук-дери пробегают просто мимо них на изи. Да герой, я тебя куда направил? Ну и все, пробег есть. Так, ну ладно, 18 этих, это на самом деле еще, как говорится, 2-3 звезды. То есть, может быть, сейчас раскачаемся. Ну вот эти с магическими щитами реально бесит. Так, ну летуны тут понятно, что не проходят. Еще около 2-3 будем ставить. Так. Сейчас поставим, кстати, колдуна здесь дополнительного. Так, ну давайте следующую волну, а тут скучно. Сейчас на следующий опять будет проходить. Блин, а может быть здесь в таком случае не магами, а лучниками? Хотя на самом деле, наверное, и магами, и лучниками надо. Потому что идут, ну, если б можно было, как бы, башням цели выдавать, типа, стреляем по этому, там, стреляем по этому, то тогда бы игра легко проходилась. Вот, поскольку они стреляют, как бы, всегда по самому, типа, дальнему, или так, ну, в общем, как-то так примерно эта система работает. Это немножко, ну, это не всегда оптимально, как вы можете догадаться. Не, ну, вот сейчас, кстати, хорошо переложили. Пауканы. Ой, а против пауканов маги плохо, ребят, стоять. Потому что, ну, против этих-то пауканов хорошо, вот против тех пауканов, которые будут с кучей маленьких пауканов, они стоят плохо. Так, ну, мы, наверное, вот здесь следующего будем ставить. Так, ну, ладно, тут и герой, тут надо этих призывать. Блин, а пауканов реально дофига. Слышь, чё так много пауканов-то? Блин, я ещё и промахнулся. Шикарный Армагеддон просто. Да ладно, ну, блин, ну, быстрей. Нет, всё-таки тут без, без вот этих вот замедлителей. Нет, маги тут не затащат, чувак. Маги абсолютно не вывозят. И вот побежали мелкие, о чём я говорил. Маги и мелкие пробегают чисто за счёт количества спокойных. Да, сложный уровень, однако. Сложный уровень, однако. То есть, если мы не тратим кристаллы, да, он сложный. Блин, а можешь всё-таки сыграть фул лучники? Насколько фул лучники будет хорошо заходить. Просто у нас всегда проходили эти с магическими щитами. Не, ну, наверное, на фул тут не получится сыграть. Тут нужны будут, ребята, эти говнюки, которые стопорят. Вот, потому что, ну, блин, ну, вообще никак. Нет, да и против этих, на самом деле, против пауков, не очень хорошо стреляют лучники. Ну, это, по сути, та же лабуда, как с магами у меня получается. Только давайте сразу повеселее это. А, так осмотрите. На самом деле нам игра как бы намекает. Сюда надо в эту сторону ставить лучника. А в эту сторону надо ставить магов. Хотя они, по-моему, в следующий раз пойдут по-другому. Не, ну, тут там у нас стоит герой. Видите, эти, как мага разобрали. А, да, видите, на следующую волну они уже по-другому идут. То есть, если бы они всегда так шли, это было бы, конечно, решение. Ну, в смысле, как вариант. Вот, но они идут так не всегда. Ну, и что тут герой пропустил этих... Непонятно, чего вообще. Герой, ты понимаешь, что тебе надо это отрабатывать по тем... Да не, ну, это вообще какая-то лажа. Блин, мне это лажа. Я не знаю, как проходить этот уровень. Серьезно, с первых волн. Вот я помню, в прошлых уровнях, в каком-то прошлом уровне, говорил, что, типа, сложно, ну, не прикольно то, что, как бы, это... То, что то тебе очень легко, то тебе очень... Ну, то есть, в первых волнах тебе очень легко, да, и ты не понимаешь, правильно ты начал или нет. Так вот, этот уровень, он тебе, как бы, сразу говорит, чувак, ты вот хрень забодяжил. И так ты не пройдешь. Блин, и вот думай, как его... Как до него докопаться? Блин, ну, все-таки против пауков так и так нужны будут бомбарды. Прошу, хоть лучники, хоть кто, они пробегут. Вот, твой уж налево, а. Вот тебе и задачка. Со звездочкой. А если в количество бомбарды? Ну, то есть, вот тут вот, я имею в виду, в четыре штуки поставить. Возле каждой мы тогда поставим... Ну, пусть это будет маг, антивоздух, все-таки. Мне кажется, маги лучше, чем лучники. Антивоздух работает. Плюс они по земле лучше отрабатывают. Соответственно, вот так вот мы сделаем мага. И еще возле... Ну, вот таких вот... Где можно между двух, да, Мы поставим, как бы... Ну, по одному пока, а потом по два этих. Так, ну, давайте так. Посмотрим. То есть, все виды, в принципе, башен, кроме лучников. Я, наверное, и лучников воткну потом сюда, там. Или вот даже вот сюда и сюда воткну лучников. Наверное, даже сейчас воткну сюда, допустим. Сейчас сюда воткну. То есть, всеми видами оружия будем играть. Так, ну, первая волна, конечно же, легкая. Вопросов нету абсолютно. Давайте сразу вторую добавим, чтобы нам уже было понятно, вообще жизнеспособна у нас стратегия или нет. Походу, нифига. Хотя... Ну, вон, там пробежали, что вообще нифига. Хотя... Вроде как и... Вот какое, как бы даже держим. В каком-то смысле. Тебе нифига не... Думаю, сюда вызывай, какого черта ты не можешь. Энфорс. В чем проблема с Энфорсом? Так, давайте тут. Да, блин, твою мать, от... Да нет, прошли. Блин, ну это прям реально задачка со звездочкой. С первых уровней у тебя проходят и... Не, можно решить ее с помощью, как говорится, кристалла. А я на самом деле не знаю. Может быть, они сделали реально такие уровни, чтобы тратили кристаллы. Ну, фиг знает. Я в этом, честно говоря, сомневаюсь. Вот. Так, ладненько, ребят. Давайте я на этом этот выпуск и закончу. Большущее всем спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получите удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.